Формулировка нерешенной задачи. То есть вот только что мы выслушали задачу, которая была поставлена в 1978 году и окончательно решена в 1995 году. Оказывается, что на эту тему есть задачи, которые кто из математики совершенно не понимает, как решать. Ну и более того, даже ответ надо понять какую-то. Это не значит, что надо бросаться и решать, скорее всего, потому что она достаточно сложная, но тем не менее формулировка, значит, вы поймете. Для того, чтобы понять, вы должны узнать, что такое хроматическое число графа. Вот представьте себе граф, который состоит из 5 вершин и граф, который состоит из 6 вершин. Вот цифры, да? В одном случае есть 5, в другом случае есть 4. Понятно ли вам, что можно здесь выкрасить 1, 2, 1, 2, 3. А вот здесь все 1, 2, 1, 2, 1, 2. В один цвет невозможно выкрасить вершины, чтобы по любому ребру концы были бы разного цвета. Хроматическое число этого графа равно 3. Хроматическое число этого графа равно 3. Соответственно, можно, конечно, у многих графов находить хроматические числа, на этот счет есть целая наука, да, может быть, слышали, есть такая задача о 4 красках. Это знаменитая задача, да? Если у вас есть произвольный граф на плоскости, то, оказывается, можно действительно вершины его покрасить 4 красками. Так, что по любому ребру концы будут разного цвета. Это тоже знаменитая задача, ее 100 лет решали, там, где-то в 70-х годах, 20-го века она была решена, причем, что называется, на компьютере. То есть, это тоже такая совершенно замечательная задача. Так вот, что такое хроматическое число любого графа, все поняли, правильно? Отлично. Теперь давайте рассмотрим другое хроматическое число. Оно вот как устроено. Вот, когда у меня было хроматическое число, то можно было, как с вами говорить, есть граф. В каждой вершине есть набор чисел 1, 2. Так вот, можно выбрать по одному элементу, чтобы в соседних вершинах элементы были разные. Ну, так же, как мы сегодня везде пишем, да? Квадрат, та же самая идея. Замечательно. А вот теперь внимание. Представьте себе, что я изменю постановку вопроса. И это здесь будет не просто 1, 2, а какое-то двухэлементное множество. И здесь тоже будет какое-то двухэлементное множество. Вопрос. Всегда ли вы можете гарантировать, что если у вас в каждой вершине есть двухэлементное множество, то вы можете, собственно, из каждой вершины взять по одной точке, и у вас все получится. Ну, в общем случае, существует граф, который вот такое понятие, такое понятие о хроматическом числе все-таки больше, чем обычное, чем когда красят в обычное число цветовое. Про такой граф мы сегодня с вами решили задачу. Потому что это, конечно, замечательно говорить, что вот у нас есть квадрат размером n на n, но как понятным образом описать эту конструкцию? А вот, давайте возьмем то, что называется двудольный полный граф. То есть, с одной стороны у нас расположены n вершины, и с другой стороны у нас тоже расположены n вершины. Значит, двудольный граф, это значит, каждая вершина слева соединена с каждой вершиной справа. Понятно, да? Каждая стажа. Всего, естественно, n квадрат рюля. А теперь вопрос. Как связана вот эта картинка с задачей, которую мы решаем? А вот как. Представьте себе, что каждое вот такое вот ребро, скажем, оно здесь начинается в точке номер а, а здесь заканчивается в точке номер b. Это клеточка с координатами а, b. Понятно, да? Вот эти вот числа от 1 до n дают нам номера столбцов, а эти числа от 1 до n дают нам номера столбцов. Тогда ребра вот этого графа, они в точности соответствуют клеткам в этой таблице. Замечательно. В каком случае две клеточки лежат в одной строке? Ну, понятно, если они выходят из точки b, а два ребра. В каком случае две клеточки расположены в одном столбце? В том случае, если у нас два ребра выходят из одной и той же точки а. Значит, мы получаем следующую замечательную идею. Не обязательно было брать вот этот тут у них. Можно было взять абсолютно любой граф. Вот совершенно вершины и любые. И после этого построить аналог вот этого квадрата. Следующим образом. Клеточки – это ребра. Вот то, что здесь будут клеточки, это ребра. А две клеточки расположены в одной строке или в одном столбце, если соответствующие ребра имеют общую вершину. Итак, для любого графа, то есть формальная конструкция, для любого графа можно рассмотреть новый граф, ребра у которого соответствуют тому, что два ребра старого имели общую вершину. А вершины этого нового графа – это ребра. То есть у нового графа вершин ровно столько, сколько ребра у старого. А соединены – это означает, что имеют общую вершину. И ставим для этого графа в точности ту же самую задачу, которую я сегодня решил для квадрата. Так вот, оказывается, что для квадрата задача решена, а в общем случае пока совершенно непонятно, что делать. Ну и даже ответ какой. То есть есть гипотеза, что когда вы берете любой граф и по нему разворачиваете такую конструкцию, то обычное хроматическое число совпадает с хитрым хроматическим числом.